Это видео на мобильные телефоны сняли торговцы. Они говорят, что накануне к ним пришли сотрудники Акимата и полицейские, которые не оставили живого места от прилавков. При этом никто из них якобы не предъявил документы на снос построек. «Сюда пришли полицейские. Они сказали, чтобы мы убрали товар и что наши торговые точки незаконные. У каждого владельца ларька по пять-шесть детей. Все они живут за счет торговли. Для нас больше нет работы, а другую нам не помогают найти». Нуркен Туребеков торгует на этом месте с 2003 года. Перед тем, как запустить малый бизнес, предприниматель говорит, что получил все необходимые разрешения и патент. Однако, по словам Нуркена, приехавшие на снос торговых рядов чиновники даже не взглянули на его документы. «Подошли двое полицейских. Они скрутили мне руки, и я смотрел, как погрузчик рушил мой ларёк. Никто не думает о народе». Сейчас вдоль трассы Алматы-Ташкент-Термес действуют около 20 торговых ларьков. Кисломолочные продукты у них приобретают жители пяти близлежащих сёл. «Что нам теперь делать? Придётся разъехаться по домам. Хорошо бы, если в родном ауле появится завод, куда можно устроиться». В Акимате Казыгуртского района нам рассказали, что работа по сносу торговых бутиков началась ещё 10 лет назад. Чиновники говорят, что предварительно провели разъяснительную работу и не трогали торговые точки, владельцы которых имеют специальное разрешение. «Сказать конкретно, на снос каких точек вынесено решение суда, я не могу. Но областными управлениями было получено письмо на проведение данной работы». Напомним, ранее были снесены стихийные точки близ верхнего рынка в Шымкенте и базара «Азиз» в Туркестане. Теперь аналогичная участь постигла торговцев в Казыгуртском районе. Однако местные предприниматели говорят, что готовы до конца отстаивать свои права на работу.